во всех этих ситуациях решает макдак поесть мы вам не дадим велосипед мы вам не дадим лодки вам не дадим гуляйте ох ребята доброе время семь часов и мы едем с подругой на природу далеко в район под тулу еду на полдня чтобы успеть герман забрать из сада по моему называется место в болото в даче я там никогда не была свет у меня придумала так что погнали что-нибудь новенькое смерти даже дронцева ребят пора работать как и езди сюда приезжаешь а тут закрыто во всех этих ситуациях решает макдак да надо было в макдак мы приехали на склад фур каких одних и лошадок кстати чек-то Субтитры сделал DimaTorzok Мы приехали, рано утром мы хотели зайти со Светой позавтрак, но нам сказали, я даже не знаю, гениальнее не придумать, это место закрыто, просто вот мы сейчас приехали, мы ничем не можем воспользоваться, потому что все закрыто, и голодный, и холодный, потому что кто-то выкупил весь отель, мы не прочитали это где-то, потому что этим надо пестрить, поесть мы вам не дадим, велосипед мы вам не дадим, лодки вам не дадим, гуляйте. Я вам готова поснимать и показать, что здесь вокруг, пока Светка вылезает, так как нас не выгнали с территории, то мы можем здесь прогуляться, и здесь очень много красивых все-таки локаций, а потом, если мы вдруг надумаем, то мы, возможно, махнем кое-куда еще. А об этом узнаете в следующем эфире. Да, пока вот здесь посмотрим, что здесь вообще на территории есть. Мы сейчас заехали на ферму, чтобы купить тут сыр, творог, яйца. Да, и тут вот сейчас в доме, внутри, они продают вот здесь вот сыр лежат, головки. Это что, сыр? Да. Холененький должен быть? Чеченый. Угу. Халумик. Халумик? Угу. О, халуми я буду. Дегустасия наша. Блин, это не вкусно, я, может, два человека, которые обожают сыр. Извини, извини. Вот в таком домике вот здесь можно найти вкусность. Завтрак, ты где? Накупила куча сыра? Типа завтрак. Что точить масло, как съесть. Мне бежать за тобой. Уехали мы из того места, и буквально тут через дорогу Капитан Клуб называется, да. Вот здесь Света очень давно была, но здесь безумно красиво. Мы сразу же заехали поесть, заказали сырники, блинчики. И вот здесь мы именно остановимся на остальные наши полдня. Посмотрите, как красиво. Таких беседочек мы остановились. Ох, какая. Ох. Прибежал. Ой, а то маленький. Смотри, как их много. Привет. Не, почек не надо. Смотри, как их много. Вы не поверите, но мы приехали в опять в новое место. Здесь недалеко. Я так понимаю, что у этого Капитана несколько коттеджных поселков. И вот сейчас мы приехали, как называется, Капитан Рождественного. Вот, и мы идем здесь к речке прогулять. Ребята, вот тут прям реально очень красиво. Красиво. Капитан Рождественного. Капитан Рождественного. Ох. Ну ладно. Да, да, да. Нырять запрещено, да? Через... Все, у нас уже дискотека. Когда ты стоишь уже в пробке, ничего не страшно. Держи. Всем привет. Ну что, ровно три дня, три дня Герман походил в садик. А потом... Сопли, кашель, насморк. А потом, конечно же, еще и горло добавилось. Стоп, наверняка. Я вспоминаю, как я давно нашла видео на ютюбе доктора Комаровского, который рассказывал про ангины. И что боль в горле у ребенка может быть вызвана? Вирусные инфекции или бактериальные стрептококки. Потому что стрептококк для детей очень опасный. Он дает много осложнений на суставы, на сердце. В общем, так как мы ходили первый год в сад и болели достаточно часто, я должна была об этом знать. И как-то мне вот это видео очень сильно запомнилось. И в конечном счете просто Комаровский призывает исключить стрептококковую инфекцию с помощью этого теста. Сейчас я именно о нем я буду вам рассказывать. Пожалуйста, послушайте, потому что это нереальная палочка-выручалочка, которая помогает определить стрептококковую ангины. Это или нет? Ведь каждая десятая ангина вызвана стрептококком. То есть вы сделали этот тест дома за 5 минут. И потом вы идете к врачу уже с этим тестом и говорите, что вы его провели. И вот такие у вас показатели. Это облегчает жизнь и вам, и врачам. И самое главное, не дает вам повода лишний раз детям давать антибиотики. Итак, вы берете упаковку, протыкаете вот здесь дырочку. Берете пробирку, которая идет у вас тоже в отдельном пакетике. Вставляете пробирочку, у вас получается мини-лаборатория. Далее мы берем реагенты и из каждого капаем в пробирочку по 4 капли. Мы берем палочку и шпатель. Ребенок открывает рот и вы аккуратно этой палочкой по миндалинам проводите. Опускаем тампон и прокручиваем 10 раз. И оставляем на одну минутку. Далее мы уже берем сам тест. Данный тест похож на тест на беременность. И тут также рисуются полосочки. Так что вы ничего не перепутаете. Теперь мы достаем тампон, предварительно отжав его о стенке. И вставляем стрелочками вниз. Оставляем тест на 5 минут. И видим, что у нас с вами одна полоска. А одна полоска значит все хорошо. Как я и обещала, вы поняли, что тест очень простой. Но он действительно помогает определить, стриптокок у вас или нет. Потому что если две полоски, нужно срочно бежать к врачу. Так, стоп. Но если у нас одна полоска, это не отменяет того, что мы тоже идем к врачу и лечимся. Так что призываю всех обзавестись таким тестом и не болейте. Мне кажется, все люди прям выползли на улице погулять. Еще тем более сегодня пятница. Я сейчас направляюсь в магазин Zara. Я хочу что-нибудь себе купить и посмотреть Робику какие-нибудь кроссовочки. Да, я писала в романе, в чите, в таване. Но здесь нужно тогда брать какие-то обалденные ракурсы. Либо что-то такое вот, чтобы обязательно зацепил. И вот так бывает, что идешь, снимаешь что-то о своем. А к тебе обязательно кто-то прикрепится и расскажет о себе и даст визит. Очень замечательно, дяденька. Заместитель генерального директора. Ничего себе. Говорит, такая хорошенькая, такие у тебя зубки ровни. Такая, как он сказал, складненькая эта девочка, складненькая. Круто приходить в магазин утром. Никого нет. Ты один, и все висит, и не валяется. Это, знаете, как называется? Настя вышла за кроссовками. Не так называется. Называется, Настя давно не ходила на шопинг. Я пришла, но подумала, вы же любите распаковки, подарки, новинки, обзоры на вещи, где что брала. Ну, наверное, сейчас самое время снять что? Детский холл, правильно. Так что ждите влога, как я одеваю мальчиков. Дои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...